Первая тренировка проходит до обеда, вторая – после. Мужчины и женщины разных возрастов в летние дни ежедневно занимаются в лесу. Инструктор Константин Бухараев научил их играть в баскетбол, стритбол, волейбол и футбол, ездить на велосипеде, кататься на роликах и не только. Зимой подопечные ПНИ встают на лыжи и надевают коньки. Всего же они освоили 21 дисциплину. У нас в основной возраст, да, здесь, знаете, неограниченный, кому-то 25, кому-то 30-35, но есть и спортсмены, ребята, которым 50-55 лет. И знаете, вот вы сейчас посмотрите даже, да, они, в принципе, все на одном уровне. Это достигается тем, что регулярные тренировки приводят к тому, что возраста, скажем так, здесь уже визуально не видны. Зимой двое подопечных Константина ездили в МИАС на чемпионат страны по горнолыжному спорту. Этот турнир проходил под эгидой специальной Олимпиады России. Артур Ясавиев завоевал три серебряные медали в славами, а Евгений Иванов дважды взял золото в суперскольжении. Тренер уверен, что победы достались ребятам благодаря упорству и целеустремленности. Знаете, то, что физическая активность, да, помогает ребятам прежде всего в течение дня и всей жизни себя чувствовать очень активно. То есть они, то, что вы сейчас видите, да, это не только, допустим, физкультурное какое-то воспитание, это все-таки моральный дух, то, что у нас присутствует, когда мы чем-то занимаемся, да, нас это объединяет любой вид спорта. Мы делаем это с удовольствием, мы горим всегда с каким-то азартом. Константин – единственный инструктор по физподготовке, который работает в ПНИ, но не он один помогает ребятам с каждым днем становиться все сильнее. На добровольных началах здесь трудятся мастера спорта Советского Союза. Валерий Горейшин – ответственный за лыжи, а Игорь Серебренников – за велосипеды. Однако все они считают, что успех зависит не только от тренеров. У нас инструктора, потом специалисты по социальной работе, у нас инструктора по труду, у нас, допустим, психологи. Они полностью подготавливают данную команду на выезд, это как бы и документально. С меня, допустим, это физическая форма ребят, плюс оснащение какой-то формой, оборудованием спортивным, да. Ну и нашими, как говорится, руководителям, которые нам дают, как говорится, такую настоятельную рекомендацию, как нужно будет провести соревнования. Ну и заканчивая нашими любимыми водителями и поварами. Инструктор тщательно отбирает потенциальных членов команды. Важно, чтобы показатели здоровья позволяли подопечным интернатам выносить нагрузку. Но заниматься физкультурой может каждый. Под эгидой специальной Олимпиады России проходит соревнования для людей с разными диагнозами. Надо заниматься спортом. У нас бывают такие болезни трудные, которые такие тяжелые, но, несмотря на это, мы стараемся как что-то сделать, чтобы себя не потерять совсем. Я уже человек не малый, и так-то за 50, ну не 60, или за средний уровень. Но все равно я стараюсь как-то сделать это. Спорт – это радость и жизнь. Подопечный ПНИ также регулярно ходит в походы. Иногда лишь на один день, не покидая пределы города. А иногда сразу на неделю. Вот и сейчас Константин и его команда собираются на очередной турслет, который соберет в Бирске участников из всех уголков Башкирии. Субтитры создавал DimaTorzok